70-летний юбилей. События не так часто случающиеся в Магнитогорске. К слову, о таком событии. Не каждый может стать академиком, не каждый, но Александр Савицкий таковым стал, потому что он всегда стремился к лучшему и в некоторой степени к неизведанному. И вы знаете, почитав его издание, неизведанное становится явью. И как мы к этому пришли? Я родился в один день со своей матерью. Ей бы сегодня исполнилось 92 года, а мне 70. Это исток всей моей жизни. Мама была по народным, очень образованным человеком. Знала тьму, сказок, предсказок, пословиц. И это вошло в меня как необходимое целое. Сама она появилась в Магнитогорске. А Магнитогорск был интернациональным городом из Ивановской области. Вот, какие-то... Мой дед имел прегрешение перед советской властью, попал сюда, и привез мою маму. А отец с Крыма, с Украины. Вот. Это был очень разносторонний человек. Первый чемпион России по шахматам. Это его туда пригласил Таль. Ну, значит, может быть, шахматы не главное в его жизни было. Он получил еще в студенчестве прозвище «Большая советская энциклопедия». Энциклопедийский образованный человек. Вот. И я ему обязан практически в жизнь всем. Вот откуда все начиналось. Вы понимаете, о чем говорит юбиляр? Он горд за своих предков. Они дали ему возможность творить. И он это делает. Давайте подумаем и о себе, естественно. Мы могли бы стать онными. Поверьте, нет. А Савицкого знает весь мир. И он гордость Магнитогорска. Потому что он наш человек. Ну, я хочу сказать, что я очень горжусь своим братом. И хочу сказать, что это очень важный человек в моей жизни. Он не просто брат. Он мне друг. И он мой учитель. Я его так считаю. Он настолько талантливейший человек. Талантлив во всем. У него масса изобретений. Он много сделал для науки. Он написал великолепнейшие стихи. И я считаю, что он идет в ногу с прогрессом. И даже его опережает. Думаю, что вот его секрет в его молодости сердца. В силе духа. Наверное, любви к жизни. И несмотря на те трудности, которые были в его жизни. А их было очень много. Он остался настолько светлым человеком. Он оптимист. Он жизнелюб. И хочу сказать, что я благодарна Богу, что у меня такой брат. И пользуясь случаем, могу сказать, что он прекрасный сын. Несмотря на то, что родители умерли, я не могу сказать, что он был сыном. Он сын сейчас. С папой они вообще были исключительными друзьями, большими друзьями, единомышленниками. С мамой они вообще родились в один день. И у них было такое взаимопонимание. То есть, видимо, может быть, знак гороскопа на это влияет. Но они мыслили одинаково. Смотрели в одну сторону. Мама тоже была очень творческая. Поэтому Саша, конечно, он гениальный человек. Таких людей мало. Он не просто генератор идей. Он доходит до реализации этих идей. Всегда самых фантастических, самых невероятных. Вы же должны понять, откуда началась история. История становления будущего академика. С нашего горного института. Да, МГМИ он работал на славу. Ковал кадры. Делал лучших специалистов. Возглавлял тогда институт. Ректор Иванов Николай Иванович. Уже научил меня парусному спорту. И создал спецгруппу, где особо одаренные дети учились, кроме своей специальности, еще математика и физика. Вот этим и запомнился мне институт творческой атмосферы. Тем более, что там я изобрел первую свою электрическую машину. Всем было известно, всем электрикам мира, что такую машину создать нельзя. Но заведующий кафедрой тогда заразил меня этой идеей. И, наконец, настал момент, когда я продемонстрировал. Это было на третьем курсе института. Продемонстрировал такую машину с косинусов и равным единице. Большому количеству электриков комбината. После этого тема, которую заключил комбинат с институтом, а меня назначили начальником. А теперь вопрос. Вопрос грамотный. Человек может работать и один, но лучше, когда он опирается на свою грамотную супругу, которая любит его и делает ему и дочку, и сына. Я был староста, она была комсоргом. Но в конечном итоге это кончилось любовью. И она продолжается до сих пор. Да. Мы в одно время поступили в институт. И учились в группе электроснабжения промышленных предприятий городов. И сельского хозяйства потом добавилось. Пять лет. На третьем курсе мы поженились. У нас родилась дочь. Когда мы окончили институт, ей было два годика. Она была нашей первой студенткой. У вас же не только была дочь, у вас же еще и сын родился? Сынок родился через семь лет, когда уже мы работали. Я работала на калибровочном заводе после окончания института. Молодым специалистом туда пришла. Вот там у нас появился сынок, которого мы назвали в честь деда Лени. Во-первых. И во-вторых, в честь нашего друга Ленина Васильевича Дема. И все-таки время было лучшее. Когда люди верили в будущее. Оно ковалось комсомольцами и нашей партии. Мы видели результаты пятилеток. Мы видели будущее. Мы знали, что будет. И работали на перспективу. И она реально радовала. Теперь вопрос. Кто бы мог так работать? Я прошел от первого секретаря райкома комсомола до первого секретаря гракома партии. Все ступени. Не всем это удавалось. Это единицы. Но я прошел вот эту всю школу. Сначала комсомольскую, от чего у меня тоже осталось ощущение счастья. Потому что это были годы творчества, годы познания мира. Что такое академик? Как наш человек таковым стал? Он издается везде. Имя его чтут многие. Более 70 трудов. Вы подумайте об этом. Сможете ли вы это сделать? Сможете ли вы написать оные? Нет. Поверьте, не все так могут. Как вы все это успевали делать? Вот в чем вопрос. Это зависело от графика жизни. Я в течение всей жизни вставал в половине пятого. Работал. Потом ехал на работу. Потом возвращался. Опять садился за свои труды. Потому что это многих удивляло. Но я в свое время уверовал в тех ученых, которые говорили, что существует идеальный ритм жизни. Я им исследовал. Пол пятого встал. Пол девятого сел, уехал на работу. А где-то в половине девятого приезжал и опять садился за то же самое. Ну, настал период, когда Саша сказал, нужна твоя помощь в лицее. Я к тому времени уже занималась его стихами. Начала оформлять стихи, так сказать, печатать их сама. После одной встречи у нас работал в электронном цехе Степанов Александр. Вот он тоже писал стихи. И у него была изумительная тема по камням. Вот он так их чувствовал, самообрабатывал и писал они в стихи. А про любовь у него не получалось. У него как в жизни не получалось любовь, и стихи про любовь не получалось. И я говорю, Саша, кто тебя печатает? Он говорит, жена. А я думаю, господи, по стихам ходим. И они все в черновиках. И вот я потихонечку на работе стала печатать, поскольку на работе компьютер появился. Стала осваивать компьютер и набрала его первые стихи. И потом он меня пригласил в 96-м году в лицей. В лицее была типография, но не было издательства. А у меня уже небольшой опыт был в литературной работе. И, так сказать, он попросил меня возглавить, значит, вот это издательство лицея. Вернее, он был главным редактором, а я была редактором издательства. Замом директора по издательской деятельности. И при мне начались выпускать пособия, книги для студентов лицея. То есть мы говорим о человеке уникальном. Комсомол и партия. Военное дело. Причем не просто воинская часть, а еще и военная кафедра. Затем курсы повышения квалификации. Это было и есть. Герой Советского Союза. Любимая лодка магнитогорская, которая рушила лед Арктики. Вы представляете, чем занимался Александр Савицкий? И при этом он работал не покладая рук. И руки держат жизнь до сих пор. Как это было в момент становления лицеем? Мы делали будущее. Будущее свершилось. Сегодня и сейчас лицей Савицкого рулит не только в Магнитогорске. Он один из сотен. И когда мы говорим о сути, суть событий проста. Только этот лицей рулит в нашем городе. И вот руководитель этой комиссии, поработав неделю в нашем лицее, попросил, соберите весь персонал. И там он сказал следующее. Мы поняли, что находимся в школе 21 века. А то, а то, а то. Собрали лучших, сделали. И они работают. Мало того, академика Савицкого знали и в Штатах, и в Великобритании. Знают, что в Германии. И видят, что он делает дело. Правильно грастит лучших и грамотных специалистов. Это мой учитель с большой буквы. Знаю я его с 91-го года, когда по окончании пединститута была распределена работать в лицей Российской Академии Наук. И преподавала там английский язык. Я считаю, мне очень повезло. Посчастливилась. Потому что он нам, тогда начинающим преподавателям, доверял очень ответственные участки работы. Он нас учил все время совершенствоваться. Мы разрабатывали спецкурсы по экономике, по менеджменту, по юриспруденции. Переводили учебники с английского языка на русский язык. Проходили стажировку в Москве. Возили группы в Англию, в Шотландию, в Соединенные Штаты. Это все было с легкой руки прекрасного организатора. Человека, который сам развивается и требует того же от окружающих. Поэтому для меня, я считаю, эта встреча сразу по окончании пединститута была судьбоносной. Мы видим этих детей. Точнее, это не дети. Это уже юноши и девушки. И очень скоро они станут более взрослыми. Но с лучшими навыками. В лицее таких нет тысячи. Здесь делают правильных и грамотных людей. По сути, лучшего будущего. Это сложно переоценить. Вот прошли уже годы. И лицее уже достаточно много лет. Мы уже справили 25-летие. И в следующем году у лицея будет отмечать 30 лет. Он живет, он работает. Дело Советского продолжается. Это действительно потрясающее учебное заведение. Одно из первых в стране. Умное, красивое, яркое, неординарное. С молодыми, пытливыми, очень интересными учениками, учителями. И со всем тем, что происходит в этом учебном заведении. И вот мы сегодня будем говорить о том, что нашему юбиляру 70 лет. Как вы могли бы его поздравить? Александру Леонидовичу только здоровье, творчество, поиска, полета, всевозможных свершений. Потому что он во все времена был полон различных идей. Поначалу, когда он нам все эти идеи свои высказывал, нам это казалось все из области фантастики. Но потом, когда постепенно все это притворялось в жизнь, мы поняли, что перед нами человек, который не только умеет мечтать, но и притворять в жизнь свои мечты. И что как нереальное воплощение его мечты, когда-то в Магнитогорске создать лицей, который является подобием царско-сельского лицея. И он живет, и он здравствует, хотя нам предрекали скорейшую кончину, ничего подобного. Лицей продолжает выпускать умных, ярких, талантливых учеников, которые живут по всей стране, которые продолжают дело нашего лицея и прославляют и наш город, и наш лицей, и нашу страну. Наш академик для меня человек, который на долгие годы определил мою судьбу. Именно Александр Леонидович принимал меня на работу. Это было в 1992 году. Так давно-давно, но кажется, что совсем недавно. Я хорошо помню этот день. Я помню, как он благожелательно ко мне отнесся. Как он доверил мне, еще довольно молодому педагогу, воспитывать группу ЭКС, они у нас назывались, экспериментальная группа, где учился его сын. Я считаю, что это такой мне был дан аванс. Я надеюсь, что его оправдал. Поэтому Александр Леонидович для меня действительно человек, во многом определивший мой педагогический путь. Я ему за это очень благодарна. Я работаю в многопрофильном лице с 2001 года. И благодарна судьбе, что пришлось работать. И работаю до сих пор с Александром Леонидовичем. Я хотела бы пожелать вам, дорогой Александр Леонидович, самое главное, первое, здоровья, душевного спокойствия. И чтобы вы всегда были таким же энтузиазмом наполненной, творческих успехов и всего-всего наилучшего в вашем начинании, что вы хотели совершить в этом году, написать свои книги, выпустить научные работы. И чтобы лицеисты маме гордились, и мы, как коллектив, гордимся вашими достижениями. Желаю в семье с Любовь Давыдовной семейного благополучия, у внуков и у внучек, чтобы было все-все впереди самое наилучшее. Спасибо, что вы создали такое учреждение, в котором мы до сих пор все работаем. Благодарю. С днем рождения. Поздравляю от всего сердца. Да, 70 лет. И это результат. И немногие могут так сделать. Немногие. А таких по сути мало, чтобы их ценили и уважали, и не только в России. Сейчас начнется новый этап жизни. То есть подведет итоги, и что-то нужно делать новое. Я хочу, чтобы у него было много гениальных идей. Пусть будут мечты, фантазии, которые реализуются. Вот этот новый этап жизни пусть будет ярким, запоминающимся, и принесет ему много положительных эмоций. И пусть будет много жизненной энергии для того, чтобы это все реализовать. Ждут его великие дела и великие признания. И я вот хочу, чтобы здоровье ему прибавилось. И долгие лета я ему желаю. Уважаемый и дорогой Александр Леонидович, поздравляем вас от всей души с юбилеем. Желаем вам здоровья, творческих успехов. Коллектив многопрофильного лицея номер один. Поздравляем! 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 Ура!